Та-ти-ра-ти-р-а-т-а-т-а-ти-р-а-т-а-т-а-ти-р-а-т-а-т-а-ти-р-а-т-а-ти-р-а-т-а-т-а-т-а-ти-р-а... Дорогие друзья, всем привет и добро пожаловать на канал Коротко, а не Коротком. С вами Кин и перед началом у меня пара небольших объявлений. Во-первых, я собираюсь сделать косплей по данному сериалу, а поможет мне в этом лучший гример на Дальнем Востоке. Человек, который уже не один год создает потрясающий грим и разного рода плюшки. Например, если вы хотите себе крутую маску, необычный бюст или же Некрономикон Эша из Зловещих Мертвецов, то пишите и заказывайте. Ссылочку для вас я оставил в описании. А тому, кто первый в комментариях угадает, какого персонажа я планирую косплеить, я отправлю какую-то плюшку, связанную с сериалом. Но какую не скажу. Но на этом, дорогие друзья, призы не заканчиваются. Так как я хочу разыграть одну, нет, две, нет, три, да, целых три энциклопедии монстров. В которых вас будут ждать не только такие известные ребята, как Оборотни и Огры, но и менее известные персонажи. Такие, как, например, Кампа и Брукса. Условия конкурса вы найдете по ссылочке в описании. А нам пора начинать. Приветствую всех в рубрике «Что посмотреть». Рубрики, где я рассказываю про вышедшие сериалы, закрытые сериалы и сериалы, имеющие за спиной от трех сезонов. И сегодня я хотел бы рассказать вам про сериал «Волчонок». По сюжету на обычного школьника, больного астмой, Скотта Маккола, во время ночной прогулки нападает волк и кусает его. И с этого самого момента жизнь Скотта кардинально меняется. Астма пропадает, так же, как и укус. Реакция становится лучше вместе со зрением и слухом. Друг Скотта, Стайлз. В шутку предполагает, что Скотт теперь оборотень. Ликантропия. Это что? Это плохо? О да, это самое худшее. Но только раз в месяц. Раз в месяц? Ночью в полнолуние. Но шутка оказывается правдой. Дальше мы в сюжет забегать не будем и поговорим о самом сериале. Начнем с того, что данный сериал можно назвать мистической фантастической версией Ривердейла. По сути своей, это все те же школьные проблемы. Проблемы воспитания, проблемы на личном фронте, дружба, любовь, ссоры, тайны, секреты. С юмором и драмой. Только в данном случае с начинкой из разного рода монстров. И вот чего-чего. А монстров в сериале хватает. На любой вкус и цвет. Канема, Всадники Дикой Охоты, Китсуне, Нагитсуне, Банши, Цербер, Друиды, Берсерки и прочие. А в центре всего этого безобразия у нас оборотни. А знаете, кого в сериале нет? Попробуйте угадать. Один, два, три. Вампиров. Да, вампиров в этом сериале вы не найдете. И не могу сказать, что меня это не радует. Просто как-то давно уже заведено, что там, где есть оборотни, есть и вампиры. И наоборот. Есть, конечно, и исключения. По типу сериала «Лунный свет». Я не помню там оборотней. Там, по-моему, только вампиры. Но в основе своей эти ребята фигурируют в кино и сериалах вместе. Но вот лично мне истории про кровососов не особо по душе. За исключением того же лунного света. Я обожаю истории про оборотней. Поэтому в сумерках я был на стороне Джейкоба. И как же меня порадовало, что в «Волчонке» нет ни одного вампира. Зато сериал познакомит вас с другими, менее известными представителями фольклора. Например, такими как Они. Или Нагитсуне. И в той или иной мере расскажет их подноготную. И я уж молчу про оборотней. Тут вам, в принципе, разложат все по полочкам. В отличие от фильма 1985 года. На котором основан сериал. Но я сразу отмечу, что для понимания сериала не обязательно смотреть фильм. Так как они процентов на 95 разные. Сериал отличается от фильма, начиная от подачи и большего числа персонажей. И заканчивая более проработанным миром. Я бы даже предложил сначала глянуть сериал. А уже потом, ради забавного переосмысления персонажей, ознакомиться с фильмом. Также в сериале можно отметить потрясающий рост персонажей. И некоторый разрыв шаблона. Как пример можно привести Скотта. Который на наших глазах из неуклюжего юнца превращается в уверенного в себе мужчину. Волка. Мужеволка. Волжика. Или же Лидия. Первая красавица в школе. И в моем сердце. И при этом не глупая кукла. А на уровень умнее многих в сериале. Но все же самым умным героем сериала можно смело назвать гениально саркастического друга Скотта. Стайлза. А почему Стайлз и как его зовут на самом деле, вы сможете узнать в сериале. А на этом у нас все. И если подытожить, то на выходе мы имеем целый мир различных существ, пытающихся выжить друг с другом. А с вами был Кин и всем большое спасибо за просмотр. И если вам понравилось данное видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Также не забывайте заказывать ништяки по ссылке в описании. И конечно же не забывайте про оба конкурса. И все это конечно по ссылкам в описании. Также в описании вы найдете ссылочку для поддержки канала. А также ссылки на мою группу ВК, Инстаграм и канал Твич. Где мы смотрим новинки сериалов или же проверенную классику. Ну а я же как обычно пожелаю вам только интересных сюжетов. И присоединяйтесь к моей стае. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok